Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, уделяем несколько минут нашего времени, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках по итогам прошлой торговой сессии. Предлагаю не терять времени, обратить внимание сразу на наш излюбленный актив, которым мы традиционно начинаем каждый брифинг, это, конечно же, поведение нефти. В центре внимания сейчас всех, поскольку, наконец-таки, мы, участники рынка, спекулянты, долгосрочные инвесторы, да и все, кто следил за этим активом, дождались той самой долгожданной коррекции, которая, будем надеяться, не остановится даже на текущих значениях. Клод вчерашнего дня 46.07, сейчас актив торгуется на уровне 46.39, но даже несмотря на то, что от минимумов немножко отошли, я все равно считаю, что расстраиваться нам не нужно, поскольку, очевидно, то, что тренд, скорее всего, развернулся и 45 долларов за баррель тестирования этой поддержки, это, собственно, вопрос самого ближайшего времени. Понедельник. То, что бренд снижался, стало совершенно очевидно, то, что тенденция понижательной прошлой недели была подхвачена, но вчера, правда, на рынке появился очень интересный фундамент, которым я спешу с вами поделиться. В частности, агентство ПЛАЦ, которое очень точно прогнозирует динамику изменения как запасов нефти в США, так и, в принципе, общую ситуацию по выработке в рамках всей мировой географической такой арены, отметило то, что по итогам прошлого месяца ближний восточный картель, то есть ОПЕК, увеличила объемы производства нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель до уровня 32,73 миллиона. Совсем чуть-чуть и будет протестировано уже, скажем так, и в этом отношении сопротивление 33, которое, я надеюсь, для рынка энергоресурсов станет как раз тем самым очевидным звонком, который подтвердит факт чрезмерного предложения, на которое просто не найдется аппетита и спроса со стороны мировой экономики. Ну и уж тем более не найдется постфактум случившегося Брекзита и возможного процесса развала Европейского Союза. Как только трейдеры увидели статистику, которая предполагает увеличение объемов производства, то есть все сложилось воедино, пазл сложился касательно того, что ОПЕК, собственно, как и гнул свою линию по поводу сохранения и возможности даже экспансии доли. Собственно, именно это и продолжается. В частности, Саудовская Аравия разогнала производство до отметки 10.33. Другими словами, я считаю то, что производство со стороны ОПЕК будет только увеличиваться. И предложение, в принципе, также будет расти. Расхождение между спросом и предложением, уверен, также выйдет в ближайшее время на новые уровни, потому что на текущих значениях по производству в рамках мировой экономики мы уж точно не остановимся. Потому что уже сейчас у нас есть все основания говорить о том, что производство нефти даже в эту самую секунду, когда мы проводим с вами брифинг, растет со стороны Ливии, со стороны Нигерии, со стороны Ирана, со стороны Саудовской Аравии. Даже этих игроков вполне достаточно, чтобы серьезно, соответственно, разойти и показатели спроса и предложения, что выступает одним из ключевых факторов давления на нефть. Также участники рынка не забывают о том отчете, который мы анализировали по факту Бейкер Хаджес, то есть динамики по количеству платформ. Плюс 10 за прошлую неделю, я думаю, что тренд продолжится сейчас, уже 5 недель подряд у нас роста. Даже классический, если подойти к терминологии формирования трендов, у нас новый тренд, который указывает на то, что высокие цены на нефть позволяют сланцевым производствам быть на уровне рентабельности. Если количество платформ продолжит также увеличиваться, то, соответственно, мы будем ждать и дополнительное производство и со стороны Соединенных Штатов Америки. И, между прочим, в США сейчас то, что там запасы снижаются, то, что там производство падает, также систематично каждую неделю. Для кого-то как раз тем самым фактором, который указывает на то, что баланс между спросовым и предложением восстанавливается только из-за Соединенных Штатов Америки. Вот мне всегда интересно, конечно же, слышать подобную точку зрения, потому что даже математика здесь не бьется. Каким образом США могут исправить всю конъюнктуру, которая на текущий момент сложилась? США, да, один из ведущих производителей нефти. Но помимо США есть еще и Россия и есть еще ОПЕК. А здесь мы с вами о снижении объемов производства не говорим. И, напротив, даже констатируем то, что производство увеличивается. Про спрос мы также уже говорили очень много. Я полагаю, что у нас есть сейчас очень важный риск политико-экономической неопределенности, риск того, что производство будет снижаться в глобальном смысле, мы говорим, в рамках мировой экономики в целом. И причина, возможно, аспада, опять же, который будет иметь место быть постфатум Брекзита. И еще я предлагаю вам обратить внимание на Китай. Между прочим, на этой неделе, особенно в пятницу, у нас целый блок макроэкономической статистики, промышленное производство, ВВП, инвестиции, капиталовложения в народное хозяйство. Это как раз те самые релизы, которые позволяют нам в моменте понять, каким образом развивается ситуация в экономике Поднебесной и подвести итоги, по сути, прошлого месяца. Я считаю то, что у нас, собственно, так же, как и месяц назад, так же, как и квартал назад и, собственно, полугодие, по-прежнему нет никаких предпосылок, указывающих на то, что мы можем увидеть хорошую статистику. Поэтому слабые данные из Китая могут усилить давление на расхождение спроса и предложения, поскольку они будут являться сигналом того, что спрос продолжит снижаться. Другими словами, идея на рынке энергоресурсов остается медвежьей. Я надеюсь, что к этой идее сейчас присоединится все больше и больше количества участников и вместе, совместными усилиями, мы сможем затащить бренда ниже 45 долларов за баррель и подтащить его к поддержке 40. Сегодня из важных отчетов по рынку энергоресурсов в 23.30 по московскому времени традиционная статистика по запасам нефти США по версии API частная оценка и, скорее всего, мы увидим снижение очередное. Но прошлая неделя ясно доказала нам тот факт, что трейдеры сейчас менее чувствительны к этому релизу, поскольку, будем надеяться, понимают то, что речь идет просто о сезонном проявлении вот этой картины, ситуации, которая предполагает спата запасов. Я надеюсь, что и в этот раз статистика не станет причиной серьезного роста нефти и, может быть, вовсе будет проигнорирована рынком. Хотя, наверное, вряд ли, поскольку все-таки для рынка нефти это единственный фундамент, который освещается в рамках сегодняшней торговой сессии. Но надеюсь, что он не приведет к какому-то серьезному слому того понижательного тренда, который уже формируется в отношении позиций бренда. Поэтому цель остается прежней, 45 долларов за баррель, как тестирование ближайшей поддержки, с учетом динамики, которую показывает актив в последние дни. И, учитывая актуальные котировки 46.39, я допускаю то, что мы можем добраться до 45, чуть ли не в ближайшие дни. Российская валюта против доллара 64.07. Здесь такая парадоксальная стойкость. Очень странно, что рубль умудряется так противостоять американцу вот уже в течение нескольких торговых сессий. Ладно, если бы день-два, когда мы ждем отложенную реакцию российской валюты на снижение нефти. Но сейчас уже, по сути, четвертая торговая сессия, когда нефть снижается, а рубль держится ниже 65. Но будем надеяться также, что это только временное проявление. И рубль все-таки, так же, как и все, вернется на круги своя. И окажется под логичным революционным прессом, который должен быть проявлен, собственно, в динамике поведения российского валютного актива. Поэтому давайте, в принципе, за другой фон пока цепляться не будем. У нас есть подтверждение роста американца. И у нас есть ожидание того, что нефть продолжит снижаться. Значит, мы придерживаемся прежней цели по паре доллар-рубль. Это тестирование сопротивления 66 против американца. Европейская валюта против доллара. Актуальные ликтировки 1.10.85. Несмотря на все фундаментальные предпосылки, мы видим, как трейдерам очень трудно затащить евро в доллар к поддержке 1.10. И периодически даже возникает такой локальный интерес в отношении евро. Но все равно я уверен, что поддаваться на эти локальные бычи заблуждения с точки зрения ценовой динамики не стоит. У нас есть причины, которые указывают и свидетельствуют в пользу того, что евро нужно распродавать. Во-первых, это можно прямо начать со статистики США. Неожиданно сильные данные по Non-Farm Perils. Количество новых рабочих мест свыше 280 тысяч. И рост вероятности того, что ФРС пойдет на повышение ставок. Вот первый аргумент, который будет поддерживать доллар и, соответственно, приводить к ослаблению рисковых инструментов. Второй фактор. Он уже связан с тем, что трейдеры продолжают спекулировать над теми дополнительных экономических стимулов со стороны европейского регулятора. То, что ЕЦБ до сих пор не вмешался в ситуацию, может быть связано с тем, что европейский регулятор хочет подождать, как отыграет себя Банк Англии. Собственно, на этой неделе, суперчетверг, публикация ставки. И наше с вами ожидание того, что ставка будет пересмотрена. И может быть только после этого, когда с всей активностью, проактивностью, решительностью проявит себя Банк Англии, в игру вступит уже Европейский Центральный Банк. Но мы все равно продолжаем ожидать экономической поддержки, экономического стимулирования через монетарные инструменты. И предполагаем то, что либо будет расширена программа количественного смягчения, либо будут снижены процентные ставки. Либо и то, и другое. Полагаю, что усилить ожидание, что эти меры неизбежны, могут и слабые данные по индексу потребительских цен еврозоны. Хорошо, что на этой неделе у нас будет возможность с вами оценить актуальные цифры. В частности, в четверг выйдет отчет по индексу CPA еврозоны. Если он снова будет претендовать на закрепление ниже нуля. Либо будет свидетельствовать о том, что никак не может отойти от около нулевых отметок. Это сигнал того, что с потребительской активностью по-прежнему все плохо. А я даже не сомневаюсь в том, что будет все плохо и дальше, поскольку цены на нефть продолжили снижаться. А между прочим, цены на нефть и на углеводороды выступают одним из катализаторов роста показателей инфляции. То есть, сейчас этого катализатора на рынке попросту нет. Готовимся к еще более слабой статистике по еврозоне, по индексу потребительской активности и инфляции. И готовимся к еще одному сигналу в пользу того, что евро будет находиться под давлением из-за сохраняющихся на рынке ожиданий расширения экономических стимулов со стороны ЕЦБ. Поэтому ближайшая цель, как и днем и неделе ранее, у нас поддержка 1.10. Я планирую добраться до этого уровня, к концу этой недели. Дальше идем. Фунт против американца сохраняет статус самого волатильного без преувеличения актива рынка Форекс. Буквально за считанные минуты мы видим, как пара фунтур может прибавить 50 пунктов и, соответственно, потерять. Вчера, в первую половину дня, фунт находился под давлением, резонируя от ожиданий до мер экономического стимулирования уже со стороны Банка Англии. Но во второй половине дня настроения в отношении фунта улучшились. И мы видели, как пара оказалась выше 1.30. Собственно, актуальные котировки 1.30.80. Но все равно фунт находится под системным таким фундаментальным давлением. С чем были связаны оптимистичные настроения? С тем, что консервативная партия Англии уже во главе с Терезой Мэй, собственно, отметила, что в ближайшее время у Англии появится новый премьер-министр. Я полагаю, что как раз новым премьер-министром станет Тереза Мэй, которая сейчас является руководителем, возглавляет консервативную партию. И почему это привело к улучшению рыночных настроений? Если вы помните, после того, как Кэмерон подал в отставку, мы считали, собственно, так же, как и прочие участники финансовых рынков, что придется дождаться внеочередных парламентских выборов, которые, если состоятся, то следующей весной. Судя по позициям, которые активно лоббируются сейчас политическими чиновниками Англии, выборы произойдут гораздо раньше. И, может быть, уже в ближайшие недели у Англии будет новый премьер-министр. Это в какой-то мере снижает неопределенности и снимает тот риск того, что экономика, которая теперь вынуждена развиваться по автономному пути из-за народного голосования и изъявления того, что Англия теперь не является членом Европейского Союза, осталась без руководителя. Руководитель нужен, то, что он будет, это, конечно же, не вызывает вопросов, но то, что это произойдет в ближайшее время, то есть он будет назначен в ближайшие дни, конечно же, позитивная новость, прежде всего, для торговцев фунтом, поскольку в последнее время у нас был один сплошной негатив. Как высоко пара заберется на этих новостях, честно говоря, не знаю. Но мы сейчас видим то, что фунт-доллар активно претендует на тестирование сопротивления 1.31. Я думаю, что это будет потолочным уровнем, потому что все-таки в четверг у нас заседание Банка Англии и возможность снижения процентной оставки. Сегодня новостной фонд по фунту также весьма интересный, поскольку сегодня пройдет выступление конференция председателя Банка Англии Карни, который выступит, собственно, в казначействе в парламенте, и сегодня пройдет слушание по инфляции. Я думаю, что дополнительный намек на то, что Банк Англии не собирается бездействовать и станет тем самым антикатализатором для роста и поддержит нашу идею, предполагающую то, что фунт сейчас должен котироваться против американца не выше, чем отметка 1.28. Доллар японская иена. Здесь роста уверены не просто закрепление доллара выше 102 иен за доллар. Мы видели, как очень быстро пало сопротивление 102 и даже 103, в частности, актуальные котировки 103.03. И американец имеет все основания, чтобы закрепиться выше этого сопротивления и, собственно, для того, чтобы двинуться дальше. Поддержку доллара, как я уже отметил, оказывает американская статистика по количеству новых рабочих мест и по росту заработных плат. Может быть, даже не то, чтобы статистика сейчас толкает позиции американцев вверх, а ожидание того, что ФРС до конца этого года повысит процентную ставку. Потому что после выхода сильных данных в пятницу вероятность этого решения выросла до 25%. И если в ближайшие дни мы будем снова получать еще больше позитива с точки зрения макроэкономической статистики, значит, вероятность продолжит также увеличиваться. И возможно, точнее даже невозможно, а 100% еще большим катализатором для движения пары выступил фундаментальный фон японского происхождения, поскольку, как я отмечал, в эти выходные прошли парламентские выборы в верхнюю палату парламента. Большинство снова получило либеральная партия, действующая во главе Синза Абе. И вчера, собственно, Синза Абе сообщил о том, что в ближайшее время банк Японии расширит экономические стимулы. Собственно, по его словам, даже не нужно уже гадать. Мы с вами предполагали то, что либо будут снижены процентные ставки, либо поняты программы количественного смягчения, то есть планка, на несколько триллионов йен в год. Собственно, Синза Абе вчера отметил то, что планируется расширить программу количественного смягчения на 10 триллионов йен, возможно, вот в ближайшей неделе. Может быть, это решение будет даже внезапным для рынка, что создает еще больше интерес по торговле. Поэтому и пара так активно отреагировала на этот новостной фонд. И я допускаю также, что, поскольку не было все-таки указаний на конкретику по срокам подобных изменений, участникам рынка оказалось вполне достаточно того, что Синза Абе по-прежнему остается приверженцем более агрессивной экономической поддержки, которая будет иметь место быть в рамках японского регулятора. Это хороший сигнал для нас, для тех, кто активно продает японскую валюту, поскольку совершенно очевидно, что эти стимулы будут и выступать фактором девальвации японской валюты. Складываем теперь в идеи на общий фонд рост американца, ожидание ужесточения монетарной политики, соответственно, японский регулятор, который готовит экономику к дополнительному смягчению. Сегодня из важных событий по Америке нет ничего, на что можно было обратить внимание. Я думаю, что мы продолжим резонировать от событий, опять же, выходного дня, вчерашних комментариев Синза Абе и ожидания того, что восстановительный тренд американской статистики продолжится. Поэтому USD-йена, хоть мы и добрались до нашей ближайшей цели, которую мы отметили на уровне 102.5, я считаю, что у нас есть основания, чтобы уже замахиваться на более высокое сопротивление, к примеру, 105 йен за доллар. В общем, сохраняем ланги и ждем более высокого значения. Отметить хотел еще пару USD-кат. Актуальные ликтировки 1.30.94, high, собственно, был на уровне 1.31.38. И, похоже, картина с долларом на франком, который вот буквально несколько дней назад добрался до high 0.98.63. Это, если вы не поняли намек на то, что мы вот-вот доберемся до наших среднесрочных целей, но еще пока не добрались. Поэтому поторопитесь с принятием решения о трейдинге по ним, потому что есть еще потенциал хорошего профита. Мы доберемся до паритета по USD-свиси и пробьем сопротивление по USD-каду на уровне 1.32, потому что сейчас вся картина указывает в пользу того, что этот рынок сохранится. Сильная статистика по доллару, снижение нефти и, собственно, спекуляции на тему возможного смягчения политики еще и Банком Канады. Ну, здесь, может быть, конечно же, за уши подтянут фундамент, но мы понимаем то, что статистика канадцев явно не радует. Из важных событий сегодняшнего дня – слушание по инфляции, выступление Карни в 12.00 по московскому времени через 2 с небольшим часа. Если торгуете фунтом, ни в коем случае не пропустите это событие, этот отчет уверен, что оно станет причиной серьезной волатильности, может быть, даже еще более значительной, чем по итогам вчерашней торговой сессии. 16.35 – выступление Булгарда. Ну, послушаем, что он скажет, хотя я думаю, что уже ничто не способен перебедить его жесткую риторику по поводу того, что американская экономика продолжает восстанавливаться, игнорируя все риски Брекзита. Надеюсь, то, что доллар, который обычно получает поддержку от его слов, не откажет себе в удовольствие подрасти немного и постфактум, и этого выступления. 23.30 – запасы нефти США. АПИ ждем снижения, но надеемся, что эта статистика не станет причиной активного роста нефти. Хотя допускаю, что это может произойти, но особенно расстраиваться не нужно, потому что нефть явно, система средней долгосрочности снижается. Кодовое слово на сегодня – баррель. Величина бонуса 14%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в прямом эфире, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Ну а запись будет доступна на нашем официальном канале на YouTube уже часов 10 в 11. Поэтому не пропускайте наши выпуски, заходите на канал, подписывайтесь на него, комментируйте видео, которое вам нравится, задавайте вопросы. И, безусловно, не забывайте оставлять ваши лайки. Еще раз большое спасибо за внимание. Удачные, прибыльные, профитные вам торговые сессии попутного тренда. Не забывайте про то, что на финансовых рынках прежде всего нужно контролировать риски. Ну и, конечно же, адекватно оценивайте тот фундамент, который на них формируется. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.